Уходя из Афганистана, администрация Байдена оставила не только чудовищное количество американцев, но и военной техники почти на 90 миллиардов долларов. Насколько это большая цифра? Только у двух стран на планете военный бюджет превышает эту сумму, у Китая и США. То есть теперь Талибан располагает самой хорошо вооруженной армией подобного размера за всю историю мира. Что у них есть? По подсчетам лондонской The Times, талибы только что получили более 22 тысяч Хамви. Более 50 тысяч грузовиков и бронемашин, а также порядочного размера военно-воздушный флот, который включает 4 транспортника Си-130, десятки других самолетов и до 350 боевых вертолетов. У Талибана сейчас больше черных ястребов, чем у многих развитых стран. И это только техника. Солдатам Талибана также досталось свыше 350 тысяч американских автоматов, 126 тысяч пистолетов и примерно 64 тысячи пулеметов. Изрядный получился арсенал, и все это за ваш счет. Очевидно, что это катастрофическая ситуация, но она также резко контрастирует с тем, что происходит в нашей стране. В тот самый момент, когда Белый дом вооружает наших новых друзей из Талибана, он старается изо всех сил разоружить вас. Неважно, расскажут ли об этом в новостях, это уже происходит. Администрация только что объявила о введении запрета на покупку самых популярных в США боеприпасов. Этот шаг определенно и намеренно приведет к серьезной нехватке патронов в нашей стране. Именно поэтому они на него и пошли. Джо Байден сам неоднократно говорил, что хочет лишить вас возможности владеть оружием, которое большинство американцев используют, чтобы защитить себя и свои семьи. И теперь эти усилия набирают обороты. А как вам такой ответ? Нет. Вы не имеете права отдавать более полумиллиона единиц оружия Талибану, оружие, за которое мы заплатили, а после этого отбирать у нас оружие в нашей стране. Извините, но это так не работает. Так что заткнитесь и проваливайте. Больше ни слова о контроле над оружием от этих людей, пока они не вернут все до единого автомата из Кандагара. Таково правило. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok